Маска, перчатки, защитная экипировка. Алексей, специалист по уничтожению грызунов, к диротизации готов. Раскладываем приманку с отравленным ядом, термотизатором, который привлекает грызунов. И укрываем потом от птиц, защищаем природу. Подкладываем подкладку, чтобы с влагой яд не попадал в почву. Она мимо не пробежит, у нее все-таки обоняние другое совсем. И она однозначно учувит, придет, раскопает съезд и через день летает не исход. Речь идет о рыжей полевке, обитательнице смешанных лесов и главной распространительнице вируса ГЛПС – геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Мышиная лихорадка, как ее называют в народе, относится к группе особо опасных природно-очаговых инфекций. Передается воздушно-пылевым путем. Через грязные руки возбудители заболеваний попадают в организм, проникают в дыхательную систему и кровеносные сосуды, вызывая появление характерных симптомов. Характеризуется высокой лихорадкой и поражением сосудов. В основном поражаются сосуды почек и легких. Начинается заболевание, как правило, остро, повышается температура тела до высоких цифр 39 градусов, сопутствует синдром интоксикации, куда входит головная боль, ломота в мышцах, в суставах, иногда могут быть катаральные явления. Специалисты отмечают, что теплая осень в сочетании с достаточным запасом корма на полях создала благоприятные условия для размножения мышей. Наиболее опасными являются лесистые зоны. В этот список входят Татичевский район, Базарно-Карабулакский и территория бывшего Саратовского района, говорят в Роспотребнадзоре. В областном центре природный очаг ГЛПС находится на Кумысной поляне. По оценке Роспотребнадзора мы входим в опасную зону. Вот именно наши территории, Кумысная поляна, поэтому лучше заранее позаботиться о здоровье наших детей. Это однозначно. Поэтому все эти мероприятия мы начинаем очень рано. 4 апреля мы провели все в помещениях. Сегодня мы проводим дертизацию территории лагеря и 50-метровой зоны за лагерем. В целом ситуация по Кумысной поляне достаточно спокойная, но в отдельных местах, где создавалась для жизнедеятельности грузунов наиболее оптимальная обстановка, там локальное увеличение численности наблюдалось. Поэтому на Кумысной поляне сейчас проводятся как раз профилактические мероприятия. Нужно соблюдать правила благоустройства на территории районов, вовремя ликвидировать несанкционированные свалки. Все то, что создает кормовую базу для мышевидных грузунов. Ветхие строения инспектировать, чтобы там тоже не заселялись грузуны. И, соответственно, дерзкие зоны мероприятия. И информирование населения. Вот еще третье. Об опасности, которая существует. У нас пока заболеваемость в Саратской области находится на спорадическом уровне. Ну, это единичные случаи регистрируются в среднем населении. В 2021 году у нас было зарегистрировано всего 20 случаев в среднем населении. А в этом году за три месяца семь случаев ГЛПС в Саратской области. Так что уровень заболеваемости спорадический. От момента попадания вируса в организм до появления первых симптомов проходит 2-3 недели. Диагностика тоже длительная. У заболевшего берут парные сыворотки крови. Экстресс-тесты, тест-система, разрабатывая ОАО «Вектор» в Новосибирске. Но я не могу сказать, у меня нет информации, на какой они стадии. Они приняты в широкий обиход или нет. То есть в данный момент мы как пользовались парными сыворотками, так и пользуемся. Есть ПЦР-диагностика, которая, она побыстрее обнаруживает вирус. То есть можно определить вирус, но для нас значимо парные сыворотки. Больница, вот куда госпитализируются больные с ГЛПС, выполняет тесты серологическим методом, потому что они более полноценные и более эффективные, достоверные. Часто вирус ГЛПС связан с началом дачного сезона и сельхозхозяйственных работ. Дачники отмечают, что после 2019 года, когда была вспышка эпидемии, грызунов стало намного меньше. Мышеловку ставим, и вот она стоит, стоит, недели две, потом попадется одна. Вот так, так их не было наплыва. Но зимой они были. У меня вот ягоду поели. Вот делаются места, вот там кочки одни остались. Никогда такого не было. Их же травят, их практически нет вообще. Приезжает машина, и конечно, они ходят и все раскладывают и травят их. Я сколько вот даже бывает по лесу, грибы что собираю, все, все наверняка прям это, ну как сказать, мыши все валяются. А через две недели охотник за грызунами Алексей вновь вернется в детский лагерь. Уже для контроля, проведенной диротизации, который покажет, нужны ли дополнительные мероприятия по борьбе с маленькими, но такими опасными мышками.